Сегодня 19.15 мы собираемся с Дом Пир trading в Симферополь. Мы собираемся с Дом Симферополь, Симферополь за год в 00.這種 годах масса люди и татар, и у них были намного расследования, но когда мы были в мой взгляд, через второй год мы говорили о Мэжлистинске к бюро, и мы верим еще что-то. Ты в Кабли, может там так? Нет, нет, всё. Что сейчас происходит в здании Межлиса? Что сейчас происходит в помещении, вне договорительной организации фонда полиции. То же самое. Интересно же. Финансовая деятельность, откуда, какие средства поступают. Также одним из раздражителей является этот флаг украинский на здании Межлиса. Ну, один из кабинетов в этом здании, он арендуется народным депутатом управления Местофой Джиминовым и является его общественным приемом. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Которые я не принял и не стал читать. Они зачитали мне при своих свидетелях. В постановлении было сказано, что они прибыли произвести обыск Межлиса Крымско-Татарского народа расположены по адресу Шмидта-2 в поисках фактов, связанных с событиями 3 мая, когда наш народ встречал своего лидера Мустафу Джимилеву. Обращаю внимание, что там в этом постановлении было написано «Межлис Крымско-Татарского народа». Однако они в нарушении своего же постановления начали обыски в редакции газеты «Авдет» и в благотворительной организации «Фонд Крым». Эти организации не были указаны в данном постановлении, что является нарушением законов, которые они представляют. И это очень грубое. Я им с самого начала пытался остановить, но это не получилось. Произвели обыск в кабинете лидера нации Мустафы Джимилева, где вскрыли сейф, который находился в его кабинете, его личный сейф, ключи, которые находятся у него. У меня этих ключей не было, чтобы им открыть и показать содержимое, что там ничего опасного нет. Скрывали его грубо. Специально был приглашен человек, который в народе называют ключник, специалист. Открыл, взломал этот сейф, достали оттуда его личные вещи, забрали из его сейфа 3650 евро и 200 долларов. Кроме этого, три золотые монетки. Поднявшись, зайдя уже в секретариат, вот секретариат, они действительно, ну, в кавычках, поживились. Они добрались до протоколов заседания Межлиса, изъяли протокол заседания Межлиса 2-го, от 2-го мая, где принималось решение о неучастии в празднике и встрече лидера нации на границе. А затем, это показалось им мало, они изъяли полностью папку заседания Межлиса в мае месяце. Все оригиналы, они это забрали. Кстати, очень интересно было, что они все, наблюдая за вами в окно, за журналистами, это их очень беспокоило. Очень беспокоило. Вот они стоят, вот они не устали, вот один уже упал, и вот они стоят. И вот средства массовой информации, ваша работа очень нужна, очень нужна. Они боялись вас, они ушли от вас через черный ход. Они испугались при вас выносить это имущество, которое у нас изъяли. Они испугались выносить личные деньги Мустафы Джимилиева. Они испугались вынести при вас монеты, которые принадлежат ему. Иииi! Акаджи! Что это? Я не знал, что их линия. Я в глухг dele. Я в глухг чудо, если я восхищаюсь, Я в глухг. Я в глухг, в кач update, Продолжение следует...